Саратовская область претендует на статус центра бытовой химии всей страны. В Энгельсе запустили линию по производству синтетических моющих средств. Руководство уверяет, что это лишь первая ласточка и на базе предприятия реально организовать целый индустриальный парк. Несколько заводов, которые позволят полностью заместить иностранного производителя стирального порошка и мыла отечественным. Как отреагировала на эту инициативу областная власть, выясняла Юлия Шишкина. И вот площадка, вот мыла и так далее. Вот эта площадка. Генеральный директор энгельского предприятия Росбытхим Евгений Шлычков доказывает губернатору, что стиральные порошки, мыла и шампуни вполне можно производить под брендом региона. После ряда смены собственников и названий в корпусах бывшего завода крупнопанельного домостроения теперь изготавливают бытовую химию. В условиях эмбарго России возрождение отечественного продукта особенно актуально. Мы ее можем полностью обеспечить, уйти от поставки с Германией. В общем, этот завод. Мы его здесь можем производить? Да, да. Росбытхим располагает площадями более 50 тысяч квадратных метров. В наличии газ, свет и отопление. Директор предлагает разместить здесь первый в области индустриальный парк с далеко идущими перспективами. Инфраструктура на сегодняшний момент позволяет запустить сегодня 5-6 заводов приблизительно по мощностям. Это я в рублях скажу, от миллиарда до двух миллиардов. Я хочу создать на базе Энгельского привозского округа, нашего города Энгельска, создать центр бытовой химии России. У нас нет этого центра. Росбытхим уже запустил линию производства моющих средств. Сейчас 80% всей бытовой химии, которую пользуются россияне, делают за границей. Если ввоз шампуня и стирального порошка запретят, то снова привет немытой России. Надо сыграть на опережение, считает Валерий Радаев. Надо двигаться. Нам по этому пути надо идти. Уже у многих регионов есть индустриальные парки. Самое главное, когда идет выбор площадки, это самый сложный момент на стартапе. А мы сегодня все это имеем. Это наша задача тянуть. Надо переговоры вести. Если есть успешная работа в Татарстане, надо вести с Татарстаном. По словам министра экономического развития Саратовской области Владимира Пожарова, чтобы проект быстро заработал, нужен серьезный вброс инвестиций. Миллиард 200 миллионов рублей. Для этого собираются заручиться поддержкой Федерального агентства кредитных гарантий, где уже обещано выделить до миллиарда рублей. А пока можно заняться продвижением новой марки. Мы сейчас заведем продукцию Росбыт Хима во все сети наши, на территории Саратовской области. Чтобы и продукцию Росбыт Хима здесь начали реализовывать. И плюс, будем решать вопрос по вхождению их в федеральные сети. В перспективе руководство Росбыт Хима планирует открыть собственную научную школу, задействовать потенциал СГУ и предприятие Химволокно, чтобы убить сразу двух зайцев, развивать производство и обеспечить его кадрами. Юлия Шишкина, Максим Поставалов, РЕН-ТВ, Саратов.